Сегодня стали известны подробности трагедии в Тимиртау. Напомним, два дня назад там погиб семилетний мальчик. Он выпал из окна на девятом этаже. Как уберечь своего ребенка, выясняла Людмила Батюшкина. Несчастный случай потряс всех жителей этого района. Из этого окна на девятом этаже выпал семилетний мальчик. В этот день первоклассник не пошел в школу, родителей дома не было. По предварительной версии мальчик открыл окно и хотел что-то крикнуть, но не удержался и упал вниз. Свидетелями трагедии стали соседи. Мы когда гуляли на детской площадке, то я услышала такой хлопок или, не знаю, как будто шмякнулось что-то. И сразу зазвучала сирена автомобильная. Там мужчины были возле машины. Один другому говорит, это ребенок упал. Но я поняла, что это, он сказал, с девятого этажа ребенок выпал. Я поняла, что это ребенок соседей. Анонимный звонок полиции о том, что разбился первоклассник, раздался в четвертом часу дня. На место сразу выехали полицейские. Позже установили, что это несчастный случай. В соседнем доме живет тетя, который попросил там отец, чтобы как со школы придет, его забрать. Но в тот день, по-моему, не учились они, да? Находился дом один. И она постучалась. Дома никто не открыл. А то, что у нее дома маленькие дети, она обратно выбежала. В этот момент он посмотрит с окна или что. Окно не решетки, ничего нету. Технически не укрепленный. Вот, выпал. Подобные случаи всегда шокируют. По статистике, подавляющая часть детей выпадает из-за плохо укрепленных сеток на пластиковых окнах. Их производители придумывают все новые способы защиты для детей. Как минимум, нужно устанавливать замки со сложным открыванием. Все, ручка не поворачивается. Ключик, конечно же, мы вытаскиваем и забираем. Есть второе положение, чтобы было удобно. Летом вы открыли. Вот ставится такой защитный механизм. Ставить безопасные окна призывают и полицейские, а также не оставлять малолетних детей без присмотра. И оборудовать окна и балконы специальными средствами, которые, возможно, помогут сохранить жизнь ребенку. Только за прошлый год в Карганде и Тимиртау медики насчитали более 300 высотных травм. По крайней мере, пять детей погибли. Напуганные родители сами находят выход из положения, ставят на окна решетки. Если раньше это было в основном преградой для воров, то сегодня стало защитой для маленьких детей. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Дмитрий Полюдов, 5 канал.